Я отважилась вот этой группе разрешить взять труднейшие. Они такие трудные выбрали монологи. Там намучились и они, и Талина Васильевна. Я ни одного монолога, ни одного, по-моему, до конца не дослушала вот в процессе нашего обучения этого семестра. Потому что начинался кусок, и останавливаешь, и туда мы забираемся, и начинаются поиски, вот идем в глубины, и начинаем связывать вторую сигнальную систему, текст, который написан в монологии, с первой сигнальной системой. Я понимаю тебя. Понимаю, что ты молчишь, что ты отказываешься двигаться, что возвел безволие в великолепную систему. Понимаю, что восхищаюсь. И ты будешь продолжать играть эту роль, пока не доиграешь ее до конца. Пока она не перестанет для тебя быть интересной. И тогда ты сможешь ее оставить точно так же, как одну за одной ты бросил и другие свои роли. Перчаток тоже. И обменяться не с кем. Перчатками. Чтобы исчерпать спор. Зато в любом кругу, в несветском или в светском. За мной звенела правда громче шпор. Сашу, девочку, трогают мое несчастье. Она мне почти стройку объясняется любви. А я пьянею, забывая про все на свете, обвороженный, как музыка, и кричу. Новая жизнь, счастье. А на другой день веры в эту жизнь и в счастье так же мало, как в домовом. Ах, я была самой счастливой женщиной на свете. Меня ранила осколком в живот. Так что разглядеть было трудно, чтобы. Потому что смешалось все. И кровь, и рваная гимнастерка, и вмятый туда, в живот, солдатский ремень. Для режиссера мы как краски. Ему иногда надо шепелярище, иногда нужно картавище, иногда нужно еще какой-нибудь там характерный для образа голос. Он как художник берет палитру и рисует нами. И мы не должны все обладать дикторскими качествами речи. Роберто, скажите фразу «мы ленивы и нелюбопытны». Мы ленивы и нелюбопытны. Видите, приличный голос и очень красивый, главное, по темпу. И говорит таким поганым совершенно голосом. Имея роскошную фактуру и все. Вот ему вот тот вариант. Но это случается. У нас еще есть один яркий очень образец. Человек считает, что у него замечательный голос. А на самом деле природные возможности в тысячу раз интереснее. Так, что еще скажете про себя? Я еще плохо понимаю, как можно достать до партнера в монологе. У меня не хватает объемности в голосе. То есть я просто чувствую, что он может более быть объемным, более эмоционально окрашенным. И часто очень монотонная получается монология. Каждый прожитый миг осознавать и чувствовать. Я в записи слышала, как я говорю. И когда голос, в общем, ни на что не опирается и идет из горла, это очень сильно слышно. И это совершенно противно. Это невозможно вообще слышать никак. Вот. И поэтому те упражнения, которые вы нам давали еще в самом начале, я их делала. И они... Ну, я считаю, что это просто вообще каждый человек должен делать. Потому что это потом огромное удовольствие, когда ты уже сам начинаешь понимать разницу в этом состоянии голоса. Вот. И, конечно, самое основное и самое смешное – это горячая сковородка. Я его просто обожаю. Это вот то, что вы давали. Сейчас, не дай бог, сделать неправильно. Молодец. Вам все вокруг пространства и распространяется абертонавсия. Молодец. Затем вот это вот простухивание грудной клетки. И упражнения, которые вы говорили мне, ну, многим, но вы говорили, вот у кого какая проблема, вот каждому именно вот, что для этого человека нужно, это вы мне говорили вот это вот делать. Ну, все, 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 все эти самые рецепторы включаются тоже. Это все летит мимо, понимаете, а тут вдруг такая просто радость, понимаете, это же не потому что Галина Васильевна, потому что за вас радуются, вы обогащаетесь и вот в себе открываете те сокровища, которые за вас заложены природой, вот в чем дело. Я увидела актеров, которых бы не отпустил ни с одного кастинга, я бы каждого из вас взяла. Вы такие разные и такие красивые сейчас. Вы знаете, на второе, все, да. Кто занимался действительно и работал и на занятиях, и самостоятельно, это было видно, это бросалось в глаза. И у кого этого не хватило, это тоже бросилось в глаза. Начинаешь что-то вспоминать, что-то делать, и потом только приходит осознание, а как же, а что же мы не готовились, а что же мы не разбирали, не делали. Я, может быть, полнее всего чувствую сегодня, и ваш стресс, и как это сложно, как это трудно, потому что ты все понимаешь, ну, как-то это нужно так уложить в тело, и это огромная работа. Этап заканчивается, но я очень надеюсь на это, потому что это тоже часть смысла нашей жизни, я имею в виду педагогической, что уже бы не просто люди в тусовке около, скажем, киношной, да, снимались в массовках, в эпизодах, в ролях даже, что вы вступили на путь, потому что, пообщавшись с Галиной Васильевной, это нельзя не почувствовать. Поэтому от души вам здоровья, чтобы никогда чувство юмора не кидало, это мои любимые пожелания себе, я все время их транслирую. Вот, и, конечно, без любви наше дело никак, и тогда, глядишь, на душе будет светло, а когда там светло, легче уже переносить, и всякие болячки, неврядицы, стрессы. Спасибо за зачет. Спасибо.